Пришло время, как я и вам и обещал, пообщаться с экспертом, психологом Евгением Плотиков в нашей студии, который, наверное, поможет нам немножко расставить все точки над «и», потому что финансовый аналитик у нас был с точки зрения цифр, рассказывал нам. Ну и пришло время, наверное, как бы поделиться с нами с точки зрения психологии, как на это воздействовать. Евгений, доброе утро вам. Доброе утро. Мы знаем, что у вас жена, да, и вот как вы нам поделились, сказали, что у вас, как бы, заработок особо не отличается друг от друга? Заработок в нашей семье, он зависит от сезонности, он нестабильный, и сегодня ты можешь заработать больше, завтра, наоборот, супруга приносит больше денег, чем ты. И в этот момент вы не напрягаетесь совершенно. То есть кто-то из вас сначала не напрягается, а потом напрягается, и так, поочередно. Кто-то напрягается у вас вообще? Вообще, ну, с точки зрения современной семьи, современной психологии семейных отношений, семья, она перестает функционировать как семья, когда начинаются какие-то соревнования. И финансовый, ну, скажем так, вклад в семейный бюджет каждого из супругов, это, к сожалению, становится таким тоже ареной для соревнований между супругами. И большинство запросов в рамках семейных отношений, они как раз-таки связаны с вот этими тяжбами. То есть когда супруги начинают соревноваться, в том числе и в заработке, то их семейные отношения, они начинают немножко трещать, немножко становиться напряжными. А туда не относятся вот эти случаи, когда женщина говорит, там, ты мало зарабатываешь, давай ты стремись расти. То есть она, она как бы, давайте называть это, не пилит, давайте забудем эти слова, а стимулирует мужчину к росту. Вот здесь очень важно, да, понимать, где мы пилим, а где мы поддерживаем. Есть вот эта поговорка красивая, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает. И здесь это очень такое тонкое, мудрое искусство женское, как поддерживать мужчину так, чтобы он действительно рос. Когда женщина начинает пилить, вот там, ты, мол, ничего сидишь, ничего не делаешь, мало зарабатываешь, а я вот там столько-то, столько-то, то любой... Ну, плюс еще домашние дела же. Ну, конечно, ты вот на работу сходил, на диван сел, и как будто бы, молодец, а я тут и готовлюсь с детьми, и так далее. То вот эта ситуация, она для мужчины стимулирующей-то навряд ли будет являться. Потому что здесь женщина превращается в такую вторую маму, которая в детстве, да, как любого подростка она там пилила, надо учиться, а то будешь дворником, иди там по хозяйству помогай, никакой помощи в этом доме, вырастила, мол, на хлебников. И когда мужчина, уже будучи взрослым в своей семье, встречает вот эту вот историю, у него такие флешбеки случаются из детства, он понимает, что с мамой жить я не хочу, я хочу жить женщиной, которая будет меня там стимулировать, радовать, и с которой я буду... Ну, она уважает, поддерживает. Нет, позвольте, дайте я задам вопрос, а тогда что делать женщине, которую не устраивает, что вот он... Он ее во всем условно устраивает, да? Неправильный выбор. Ну, в смысле, подождите. Так или иначе, возникают разные ситуации, в том числе и финансовые. Во-во-во, полегче. Ну. Во-во-во. Ну, типа там... Ситуация экономическая, она тоже разная. То есть сегодня у нас есть эти деньги, завтра у нас нет. То есть у нас может случиться сокращение, у нас может случиться там все что угодно. Да. Пандемия, она очень много внесла изменений, да, вот эта история дистанционная, карантинная, в том числе и на заработок людей. И здесь женщине важно понимать, да и мужчине тоже, если он хочет стимулировать своего партнера к росту, в том числе финансовому, он должен это делать не с точки зрения требований, вот ты иди и принеси, а с точки зрения именно поддержки роста. Что я со своей стороны могу сделать для того, чтобы тебе было комфортнее расти? На самом деле, даже отсутствие человека здесь, оно может помогать расти. Ну, грубо говоря, если ты мне не компонсировал мозги, это позволило мне на работе быть более эффективным и найти время для своего роста. Да. Так, значит, нужно правильно найти вот эту грань между тем, как пилить и как действительно правильно поддерживать. А, знаете ли, научиться правильно, если вы хотите его стимулировать, то есть это надо правильно уметь делать. Ну, самое простое здесь, мы пилим, когда мы пилим, мы критикуем за какие-то косяки, за какие-то ошибки. А это как в образовании, из правила красной ручки и зеленой ручкой. Когда мы отмечаем только ошибки, вот ты сделал там 100 дел правильно, ну, одно накосячил, и мы начинаем пилить. Это неправильно, это пиление такое, да, это не будет мотивировать. А когда человек сделал 100 косяков, ну, одно какое-то дело сделал хорошо, и мы это оценили, и мы поддерживаем его здесь. Я пили зеленой ручкой, вот оно, хорошее. Ты это сделал правильно, да, это классно, мне это нравится. Тогда мотивация будет у него. Эта мотивация будет лучше, да, то есть сегодня он сделал одно дело хорошо, завтра два, три и так далее. А, вот так вот, да? Вот так вот, ты понял? Я-то все понял, это надо девушкам понять, чтобы не пилить нас просто так. А мужчинам здесь тоже нужно правильно показывать женщине, какая поддержка им нужна, потому что мужчина же, он тоже любит повыделываться, он тоже не хочет признавать там, да, когда у нас особенно ситуация, когда фактически есть разный уровень заработка, и он стабильный в течение долгого времени, и, ну, никакому мужчине не нравится находиться в этой ситуации, потому что друзья начинают тебя там поджуживать, у тебя чего там твоя-то больше зарабатывает, мамы, папы. Под каблучник, ага! Мама с двух сторон, да. Вот это началось. Все вот эти истории. Евгений, у нас времени очень мало, все, нам приходится завершать разговор, приходите к нам еще, давайте будем обсуждать тему отношений, это всегда круто. Надо перейти к идеалу, постараться к этому сделану и идти. Я очень задумалась, Евгений, после ваших слов, спасибо большое. Да, Евгений Плотиков, психолог в нашей студии, человек, который, ну, знает об этом больше, чем мы с Наташей, точно. Это точно, да. Ну, а Наташа знает больше, чем мы с Евгением, это точно, про новости. Понимаешь, вот такая вот иерархия, понимаете, выстроилась, поэтому я пойду в новости.